Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на аккаунте Бухалыча и прибыли на рейд базы Выжившо. Очередной рейдец для набивания, как говорится, угрозы нападения. Вот такая вот огроменная база. Огроменная базища, прям вот так вот сказать. Здесь есть, ну, просто немоверное количество, ребят, каменных стен. И я намерен здесь найти хороший лут. То есть, далеко бегать я не буду. У нас, ребят, будет взрыв производиться. Ну, давайте вот, ну, левайте в двери, левайте. Просто в двери бабахнем, посмотрим, что за этими дверями. Что? Итак, норма. Здесь двухслойная база, как минимум двухслойная. Я взял с собой еды, но не взял с собой воды. Вот это будет большущей проблемой. Мне нужно рейдить побыстрее, так как можем просто умереть. От голода или от жажды. Опа. Оголилось огромное количество свободной территории. И, думаю, или сюда, или сюда рубить. Давайте вот сюда будем рубиться. Посмотрим, что у нас дальше найдется. О, это уж хорошо. Так, 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 ребят. Есть возможность вот этим ящиком воспользоваться? Или вот этим? Направляясь дальше. Давайте вот этим попробуем, если он захочет, конечно, рубить. По-моему, рубит. То есть, у нас идет все по плану. Отлично. Теперь зомби к нам не страшны. Очень-таки удобно. Что здесь есть? Ах, я думал, генератор. Ну и, судя по всем рейдам, которые мы уже делали несколько раз, сто раз, миллион раз, то вот в таких вот комнатах должно находиться очень вкусный лут. Вот, надеюсь... Ой, да, еще разочек, ребят. Здесь очень вкусный лут. Надеюсь, все-таки не найти здесь воду и еду. Давайте попробуем вскрыть несколько ящиков в рандомном таком вот порядке и выйти на улицу пострелять по зомби. Опа! Первый ящик сходу нам дает кучу топоров, чтобы нам как бы вскрыть побольше. Я думаю, что это очень круто. Самопалы никогда лишними не бывают. Для убийства яростных гигантов то, что нужно. Мачете и катана. Так, судя по всему, здесь, блин, нужно будет что-то находить. Ладно, давайте вот этот маленький ящичек надобьем. Посмотрим, что в нем. Может быть, еда? Ой, да ладно. ФНСКАР, ВСС и большущие аптеки. Я думаю, что не зря я буду долбить и вот этот ящик. Ай, нормально, нереально. Так, одна канистрочка бензина и два калашика с глушаками. Все, как говорится, как в аптеке. У нас все точно. Судя по этим ящикам, я думаю, что напротив ящики тоже можно было бы надрубить. Или давайте постреляем, что ли. Вот маленький ящик еще. Я заметил, что в маленьких ящиках. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, талончики. То есть, я так понимаю, что здесь чем меньше ящик, тем лучше. Так, там тоже маленький ящик. Сейчас мы и его надобьем. И посмотрим, что в нем. Блин, уже куча шума. Да ладно, шоколадно. Здесь просто идеально. Идеальный рейд, ребят. Ладно, давайте воспользуемся чопером. Чопер нам должен помочь убить всех зомби. Так, приманить всех зомби нужно, как минимум. Я думаю, что можно сделать это и вот так. Вот они должны бежать послушно. Я не помню, на сколько шума прибегает третья волна. Мне кажется, что должно быть очень много зомби. Но я думаю, что без проблем справлюсь с этим. Что-то маловато. 71 шума. Давайте вот этот ящик я уже долбил. Что здесь? Нормально. Еще глок, еще, блин, кувалда. Ну, то есть, как говорил, наверное, все-таки будем воспользоваться кожей. Кожу тоже нужно забирать. Будем воспользоваться помощью, ребят, нашего чопера. 79 шума. Жесть, просто жесть. Ё-моё, это просто капец. Это топовый рейд. Это просто база мега задрота. Сейчас я попробую, конечно, все, что здесь есть, конечно же, приманить к стенке и расстрелять. Только после этого мы попробуем, как говорится, занести в чопер, чтобы проблем вообще лишних не было. Расстреливаем всех зомби. Ну, с глоком это сделать довольно-таки просто. Без особых проблем. На изи-бризи. Так. Очень удобно это делать вообще с глоком, если имеется еще глушитель. Можно было использовать ближнебойное оружие. Но я как-то и не сильно хотел бы. Ну, ладно, ладно. Еще попробую приманить их, чтобы попадать. То есть, стенка прикрывает. Прикрываются за стенкой. Очень умные, что ли. Ну, давайте уже. Подкоцайте мою броню. Я сколько здесь оружия нашел, что я прям готов. Даже отдать вам кусочек моей брони. Несколько аптечек. Иди сюда. Толстячки-боровички. Куда он бегает, не знаю. Он сам, наверное, не знает, куда он бегает. Отлично. Так, как тут выходить? Я уже сам запутался. Что такое? Где мой чоппер? Чоппер-чоппер. Блин, я не оставил ни одного зомби. Жесть-жесть-жесть. Можно было бы отслиться. Ладно, у меня есть жажда. Она мне поможет. Даже жажда использую в своих полезных. То есть, мы сейчас в пользу жажду-то используем. Умрем от жажды. Вот. Персонаж уже начинает умирать. Где-то вот здесь, чтобы недалеко. И сразу же, ребят, сразу же выложил все. И вернусь сюда уже. Сытый. И, как говорится, без голода, без жажды, все у нас будет в топе. Прям best of the best of the best. А мы как бы уже второй раз на базе. Теперь наш персонаж немножечко голенький. Но зато у нас в чоппере все пусто. И мы можем повторно забить драгоценнейшие ячейки. Сейчас они как не кстати нам. Забираем все. И опять-таки за помощью в чоппер. В чоппер обязательно. Вот в данный момент, я даже не знаю. Все-таки лучше будет сбегать туда еще раз. Взять глоков кучу. Потому что, потому, мне кажется, что прямо вот глоки могут быть ценнее, чем самопалы. Что здесь еще есть? Здесь есть кожа. Я, в принципе, и кожу бы взял. Глоков просто неимоверная туча. Я возьму вместо всего глоки. Вы сами понимаете, что самопалы может быть и лучше, чем топоры. Я одену даже вот так. Так, вот это так. Подождите, подождите. Еще не все. Вот, вот. Свободные ячейки. Самопалы и мачете возвращаются в свои круги. Так. То есть, у нас здесь такое. Я забыл, что здесь вообще чайничек. Мы же уже забрали тут все. Оранжевые талоны тоже забрали. Ну, вроде бы, вроде бы. Здесь больше нечего брать. Но у нас еще не конец рейда. И нам нужно еще заполнить чоппер. Блин, вот забывай. С какой стороны-то обходить? С дальней. С дальней стороны. Сейчас попробуем. Кстати, пикап. Пикап пустой. Пикапчик пустой. Я думаю, что Глоки это будет топовым. Ну, прям, конечно, ВСС. И там какие-то фэнскары, калаши. Я бы поменял на Глоки. Но все-таки очень трудно найти что-то, что может ценнее, чем Глок. Пам-парам-пам-пам. У нас остается еще возможность здесь подлутаться. Давайте, в принципе, так как у нас все закрыто здесь в маленьких ящиках. Поэтому я маленькие ящики и начну теребить. Здесь будут... Что? Блин, изолентам. Зато белая краска. Тоже очень редкая штука. И где же, может быть, здесь еще лут? Там вот маленький ящик. Блин, вот этот ящик так мешает мне пройти. Вот прям... Блин, я его уже один раз надбивал. Тут здесь вообще ничего. Ну, давай, Громила. Я тебя жду. Что делаешь мне так? Муравью глаза приделать. Просто... Ну, ладно. Давайте будем пробовать. Вот таким вот. Древним молдавским способом здесь... Ё-моё. Это просто жесть. Так это база просто мечта. База мечта рейдера. Что забираем сразу? Видно. Я, конечно, хотел бы посмотреть, что здесь еще за луты валяются. Какие они здесь вкусняшки или не вкусняшки. Что у нас Громила. То есть, вы сами понимаете, даст нам или не даст. Это, блин, еще глоки. Жесть. Просто здесь шикардос. Я не вижу то, что могло бы быть реже или круче, чем то, что у меня есть. Я сейчас просто поменяю и буду уходить. Здесь мне просто делать больше нечего. 50 оранжевых талонов. На самопалой меняю. И давайте еще один ящичек все-таки попробуем вскрыть. Толстячки-боровички. Блин, еще глоки. Это просто жесть. Тут просто клондайк глоков. Вместо чего. Бамс. Бамс по губамс. Что хотелось еще сказать? Наверное, все-таки хватит. Я думаю, что хорошего понемногу. Как мне тут обмануть-то Громилу? Как обмануть Громилу? Как убежать? Потому что Громила серьезный противник. И я могу просто фиаско-линии. Знаете, что я сделаю? Я просто, ребят, выйду с игры. Выйду с игры и зайду сюда-обратно. Наш персонаж появится на глобальной карте. И спокойно себе уеду. Потому что могу потерять вот это все. Здесь просто неимоверная туча, ребят, глоков. ВССы, ФНСкары, талоны. Давненько мне такие базы не попадались. Вам, ребят, спасибо за просмотры. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и писать комментарии. Обязательно постараюсь каждому ответить. Всем, ребят, удачи. Пока. И увидимся уже в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok